Город-герой Севастополь представляли на этих стартах два коллектива – пловцы детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва и городского отделения Центрального спортивного клуба армии. Всекрымский турнир – своего рода экзамен перед предстоящими первенствами страны. Два севастопольских состава усердно готовились к этим состязаниям, и достижения сами говорят за себя. Во взрослой категории участников воспитанники с дюшор номер один завоевали 31 медаль, из которых 11 золотых и по 10 серебряных и бронзовых. Ребята старались, несмотря на то, что у нас в Севастополе, всем известно, сложные условия для тренировок. Наш бассейн не работает до сих пор, в МГУ места мало. Команды были сильные, из Архангельска была команда, которая готовится как раз к чемпионату России. Ближайший конкурент севастопольца в медальном зачете – сборная Архангельской области. В Евпатории их команда проводит спортивный сбор и готовится к предстоящему чемпионату России. Среди пловцов из Архангельска – мастера спорта России, золотые, серебряные и бронзовые медалистки различных национальных и международных соревнований. Это же был открытый чемпионат, и конкуренция была достаточно серьезная. Правда, уровень бассейна недостаточно хороший для такого рода соревнований. То есть, бортики есть такие для стартов, для поворотов. То есть, это аппаратура, фиксирующая старт и финиш. Не хватало для всего бассейна. То есть, только на одну сторону хватило этих бортиков. Первые номера севастопольских команд выполнили нормативы на получение новых спортивных разрядов. Например, Екатерина Грицай, Дарья Шурубура и Егор Афонин после этих стартов стали перворазрядниками. На некоторых соревнованиях было не так уж и трудно, потому что соперники были не очень такие сильные. А вот, например, на Кубке России, конечно, очень трудно что-то завоевать, потому что там приезжают и мастера спорта, и кандидаты мастера спорта. Под две золотые медали взяли воспитанники с дюшор номер один – Богдан Мельник и Ян Бугаенко. Стоит отметить и победителей состязания Андрея Ярошенко, Ладу Берникову, Даниила Писарева и Екатерину Воронцову. Мужская сборная команды Севастополя также выиграла комбинированную эстафету. Отличились и младшие юноши, участвовавшие в первенстве Крыма. 14-летний Александр Рябушков трижды восходил на пьедестал победы золотой медалью. Он был первым на дистанциях 50 метров на спине, 100 и 200 метров вольным стилем. Юные пловчихи из севастопольского отделения ЦСКА выиграли эстафету. На всероссийские состязания отправятся наши коллективы уже 15 апреля в Москву. Через неделю севастопольцев ждут в Санкт-Петербурге на ежегодные молодежные старты «Веселый дельфин». А 20 мая состоится юношеское первенство страны и второй этап Кубка России. Иван Клепачев, Севинформбюро.